Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушку помогает ей сесть за стол Ну и говорит комплименты Иван все сделал правильно Поэтому никаких замечаний в этом вопросе Вот вам меню, пожалуйста, можете выбирать Я, пожалуй, закажу Фуагра Лобстера И, пожалуй, бутылочку Дон Периньон Евгения, мы же в шашлычке На глинке Какое... Ну вот, я привыкла, чтобы была такая еда Надеюсь, что все получится Ну вот здесь я хочу сразу прокомментировать Правилом дурного тона считается Заказывать самое дорогое Самые дорогие блюда и позиции из меню Свидание в ресторане Это прежде всего общение А не попытка попробовать Все самое вкусное, изысканное Или то, что вы никогда больше Не попробуете или, не знаю, не ели, например Ну или, по крайней мере, не на первом свидании Если я рассчитываю, что будет второе Да, то нужно быть немножко скромнее в выборе Ну ладно, пойдем дальше Такое, как вам, товарищи граждане? Могу прокомментировать сразу две ошибки, которые произошли Оставлять на столе вещи, которые никак не связаны С едой или со столом Тоже является ошибкой То есть на стол в ресторане мы никогда не выкладываем Ключи, телефоны Маленькие кладчи дамские То есть на столе остается то, что будет иметь отношение К непосредственному ужину Столовые приборы, еда, салфетки Хорошо, что... Ну это же попытка продемонстрировать, может быть, свою успешность Да, а для вас это повод сделать вывод Ты разве забыла, на какой тачке мы приехали Чего тебе демонстрировать Моя труба и ключи Это все для тебя Что делать с салфеткой? Иногда возникает вопрос, когда в ресторане мы обнаруживаем салфетку Вот из такой плотной ткани Да, текстильную Не все, да, текстильную Не все, как бы, осмеливаются вытирать уголки Совершенно верно Да, давайте я покажу Текстильную салфетку мы разворачиваем и складываем на коленях вот таким образом Для чего служит текстильная салфетка? Для того, чтобы защищать вашу одежду от каких-то капель Вытираем губы, пальцы, руки Это все бумажными салфетками Мужчинам ни в коем случае нельзя вот так вот делать Заворачивать Или, не дай бог, еще вот так вот У меня бы никогда это не получилось На плечо Да, то есть, как слюнявчик одевают салфетку текстильную Маленьким детям и немощным, значит, пожилым людям Которые уже не в состоянии сами есть Можно я сразу уточню В дорогих ресторанах часто не бывает бумажных салфеток Они изначально, ну, вот только такие принадлежат Попросить? Это их упущение, нужно попросить Потому что текстильной салфеткой А это только барьер от падающей еды, так скажем Да, текстильной салфеткой макияж мы не поправляем, губы не вытираем Жирные руки тоже Бывают такие моменты, когда застолье уж очень пышное и бурное А когда хорошенечко, что называется, накатил Салфетки уже потом на полу валяются Потому что встаешь, забываешь, она пошла Ты уже тут танцуешь, возвращаешься, начинаешь ногами ее топтать Ну, это, конечно, это очень плохой вариант развития событий Давай теперь поговорим о чем-нибудь Расскажи мне что-нибудь о себе Вы знаете, Евгения, вот вы выбрали такие вкусные блюда А вот моя бывшая была более скромна А знаете ли, вообще не выпивала даже Любила минералочку пригубить И была очень довольна и хороша собой Вот здесь, мне кажется, девушки вообще встали Прервать Прервать Ивана Ну, на самом деле Существует целый ряд запретных тем Для первого свидания И, в принципе, для светской беседы И предыдущие отношения И вообще, в принципе, личная жизнь Это одна из этих тем О чем еще нельзя говорить? О каких-то негативных событиях Не обсуждать новости Ну, например, теракты, я не знаю Какие-то происшествия Не разговаривать о политике, о религии Ну, что может снизить градус настроения Да не то, что даже снизить градус настроения А может вызвать какие-то спорные моменты и конфликты Вы можете не сойтись во взглядах А если, наоборот, использовать конфликты, споры на первом свидании Чтобы понять А! Моя! Или О! Нет! Да, именно для этого первого свидания и нужно Чтобы понять, насколько вы друг к другу подойдете Так, а что, чтобы разговаривать? На нейтральные темы Вы разговариваете о своих увлечениях Музыка, кино, путешествия Но не касаясь каких-то личных тем То есть вы можете поинтересоваться статусом Да? Замужем, женат, разведен Но не вдаваясь в подробности А из-за чего? А почему? Ну, знаете, мне кажется, если задать вопрос Женат ли ты? И он ответит да То этого уже будет достаточно Я имею в виду, что вы поинтересоваться всегда можете То есть это не будет нарушения Но это также действует и для девушки, естественно В обратную сторону Один из главных вопросов, которые не стоит задавать Милая, как давно ты на сайте знакомства? Ну, все равно бы я не ответила на это честно Ладно, еще есть такой один момент Который может произойти с каждым во время свидания Алло! Да, да, привет Хорошо, я все понял Завтра постараемся Договорились, ладно Ну, я сейчас разговаривать не могу Сам понимаешь С девочкой Да, да, да Все, давай, жму руку Пока Такое как можно интерпретировать? Запрещено такое делать Вы пришли на свидание с девушкой Вы должны уделять максимальное внимание ей То есть вы можете выключить телефон на беззвучный режим Посмотреть, что вам позвонили И в перерыве, когда девушка выйдет, допустим, попудрить носик Вы можете ответить Или сами удалиться, извиниться Сказать, извини, дорогая, у меня очень срочный вопрос И как-то кратко, лаконично ответить Мужики, максимум, что вам позволительно делать Ну и нам, точнее, мужчинам на свидание Это нажать кнопку прогрева тачки Чтобы увести свою половинку в теплой машине И убрать Кстати, у меня вопрос Я так думаю, что вот эта история про телефоны Она относится и к последующим свиданиям тоже То есть это не вопрос первого свидания Это вообще относится, в принципе, к столовому этикету Не нужно уделять много времени телефону, когда только такая девушка В тот момент, когда, конечно, приносят счет Нужно посмотреть, вспомнить, сколько стоила фуа-гра Бутылочка заказанного вина И, возможно, предложить даме поделить счет А? На двоих? К сожалению, я не захватила сегодня с собой достаточно денег Я пойду припудрю носик, да? Я пойду припудрю носик, да? Девушка, что в этот момент должна сказать? Культурно отказать или сделать уже... Это в зависимости от девушки Есть такие девушки, которые эмансипированы, независимые И, возможно, их вообще оскорбит, что мужчина хочет за них заплатить Что я сама в состоянии, и, пожалуйста, не надо мне это предлагать Да, сама ела, сама заплатила Да, для таких девушек, и в случае еще, особенно, если они не хотят чувствовать себя обязанной, должной Ну, то есть полностью С такими девушками очень хорошо ходить в ресторан Да, конечно Свидание точно может оказаться не последним В таком случае, да, можно Но по правилам этикета мужчина платит и за ужин, и за такси Потому что это первое свидание Да, поэтому, если мужчина живет в ветлужанке, а его девушка в черемушках Подумайте, стоит ли продолжать общение Ну, что, возвращаться же домой надо обратно Влада Назарова была у нас сегодня в гостях Специалист по этикету Конечно, мы все вам утрированно показали Но те ошибки, на которые стоит обращать внимание Которые, к сожалению, часто делают как мужчины, так и девушки на свиданиях Стоит держать в голове и не повторять Можно, кстати, задам последний вопрос Есть ли какие-то особенности, которым именно девушкам точно делать не нужно? Ну, кроме того, что вот заказывать там все самые дорогие блюда Да, есть Девушкам нужно уделять внимание своему внешнему виду в каком плане? Не одевать все самое лучшее Отказаться от каких-то очень откровенных нарядов У вас еще будет шанс произвести впечатление То есть вести себя естественно Декольте вот такое на первое свидание лучше не надевать Да, декольте вместе с мини лучше избегать Потому что, ну, если вы понравитесь, у вас еще будет шанс его показать И отдельно хочется сказать по поводу парфюма, потому что девушки очень часто злоупотребляют Не нужно мешать дышать другим людям То есть все нужно делать очень деликатно Конечно И самое главное во время диалога стараться все-таки, чтобы это был диалог, а не монолог кого-то одного То есть вы должны найти баланс между слушателем и рассказчиком Девушка должна пахнуть с собой естеством Никак иначе Я вас оставляю, пойду на новости Вот так нас обросили Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон»